В Императорском царско-сельском лице состоялось вручение царско-сельской художественной премии. Уже в 26-й раз в городе Пушкине собираются творческие люди, чтобы поздравить обладателей премии. На торжественной церемонии побывали и наши коллеги. Царско-сельская художественная премия за творческий вклад в развитие российской культуры и искусства вручена 10 лауреатам, среди которых Татьяна Пелецкая, Вера Таривердиева, Юрий Стоянов, Михаил Козинник и другие. Здесь все совсем наоборот. Здесь люди, которые уже достигли определенных высот в искусстве. Здесь люди, которые уже достигли определенного положения в обществе. Говорят, что невозможно не отметить вот этого талантливого человека. Невозможно отметить этого талантливого человека. Я вам скажу по секрету, когда стали уменьшаться возможности того груда людей, которые поддерживали царско-сельскую премию, мы даже подумали, что, наверное, скоро она и прекратит свое существование. Но не тут-то было, потому что не дали нам возможности такой, те самые люди, которые составляют жюри царско-сельской премии, которые получали царско-сельскую премию сами и неоднократно выражали намерение вручить эту премию кому-либо из своих коллег. Царско-сельская премия отмечает творческие заслуги людей, связанных с петербургской, русской и мировой культурой. Особенность этой премии в том, что новых кандидатов выдвигают лауреаты прошлых лет. В этом году за уникальный творческий путь и многолетнюю преданность театру «Балтийский дом» вручили премию Татьяне Пелецкой. Для актрисы здание лицея связано с детскими воспоминаниями. Моё детство прошло в этом здании. Ведь мой крёстный Кузьма Сергеевич Петров Водки был большой дружбой с моим папой. И вот 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 год сюда на все праздники маму с папой брали меня и привозили сюда в лицей, где жила семья Кузьма Сергеевича. Вручение премии по традиции состоялось накануне празднования Дня основания Царско-сельского лицея. Обладатели премии отмечали особую атмосферу лицея. Именно в этом зале Державин отметил дарование юного поэта Пушкина. Именно в этих стенах учились великие умы России.